В Украине в последнее время массово начался процесс диджитализации, цифровизации, автоматизации. То есть функции государства, те, которые раньше выполняли чиновники, постепенно переходят в сеть. Человеку не нужно идти к чиновнику, а зашел в интернет, нажал там кнопочки какие-то и получил услугу в таком удаленном виде. С одной стороны, вроде бы это очень удобно, сокращает время, но для человека, я думаю, это вообще удобно. Но как к этому вообще отнестись, со стороны государства, это хорошо или плохо? Вот ты как считаешь? Вот эти процессы, что идут, автоматизации. Как они для простого человека, даже не для государства, мы можем рассмотреть разные стороны. Скажем, как для обывателя. Ну, что касается, скажем, простого человека, то наука не стоит на месте, технологии тоже, люди стараются их максимально использовать. По сути, в самой диджитализации, как явлении, нет ничего плохого. Это очень удобно, когда можно получить какой-то документ, отправить какую-то информацию, сдать налоговый отчет, не выходя из дома. Это экономит наше время, силы, мы не стоим в очередях. Но, с другой стороны, тут можно определить два таких аспекта. Во-первых, это увеличение контроля над человеком, а второе, это государственная безопасность. Что здесь можно подразумевать? Бумажный документ, и, в общем, имеет очень много недостатков. Он громоздкий, для его обслуживания нужно очень много чиновников. Но, тем не менее, бумажные архивы хранятся намного дольше. Мы все прекрасно помним, как не очень давно, буквально 2-3 года назад, сервера различных компаний, государственных учреждений атаковали вирус под названием «Петя». У многих серьезных фирм, у государственных учреждений возникли большие проблемы, потому что все, что было в электронном виде, вся информация на серверах была заблокирована, частично уничтожена. То есть сама по себе диджитализация, явление позитивное, но, тем не менее, хакеры тоже развиваются, любая система, она уязвима. И мы можем говорить о том, что в один миг вся эта глобальная информация может быть потеряна, может быть изменена, может быть украдена. Вот ты привел два момента. Первый момент – государственная безопасность, второй – контроль над людьми. Вот если взять со стороны государственной безопасности, тут такие моменты. Вот первый момент, кстати, недавно было сообщение, что в Белоруссии кибератака на сервера, на сайты органов государственной власти Белоруссии. И эти атаки блокируют работу государства. То есть это первое, если мы диджитализируем, значит мы можем лишиться вообще управления государством. Это с точки зрения государства. Второй момент – кто разрабатывает вот эти все программы и у кого в руках коды, так сказать, у кого в руках доступ к ядру этих программ. Насколько я слышал, в Украине разрабатывают какие-то посторонние фонды, разрабатывают это программное обеспечение, и они же имеют доступ к этому ядру, к самой программе. Если они имеют доступ, значит они могут внести какое-то изменение в информацию, и вообще они владеют этой информацией. Выходит через эту диджитализацию вожжи государственного управления не в Украине, а где-то за рубежом. А где мы даже не можем себе представить, где. Насчет управления людьми, я не знаю хорошо это или плохо, людей-то надо как-то приводить к одному знаменателю, чтобы не было какого-то хаоса. Может это не так уже и плохо, что людьми управляют, и что их направляют. Я бы сказал, что ими не управляют, а их направляют. Вот как ты думаешь? Ну, любая монета имеет две стороны. Вот есть интересная книга, Гомодеус написал Дюваль Ной Харис. Там он тоже рассматривал эту проблему, проблему диджитализации. И есть там такое выражение, что миром будут управлять те, у кого в руках будут коды. По сути, как ты сказал, да, любое программное обеспечение кем-то разработано, оно кем-то обслуживается. Тут идет вопрос контроля. Если какой-то программист написал эту программу, учета чего-то, неважно чего. То, в любом случае, у него будет какой-то доступ. Он всегда найдет дыру в своей же программе, чтобы как-то на нее влиять. Тут поднимается вопрос контроля. Кто будет контролировать те, кто обслуживает эту программу? Второе. Кто будет контролировать те, кто контролирует те, кто обслуживает программу? И так далее. Кто будет контролировать те, кто контролирует те, кто эту программу обслуживает? Это бесконечный процесс, на котором будут строиться значительные коррупционные схемы. Кстати, об этом никто не говорит в публичной сфере. То, что ты сказал. Кто же контролирует программу? Такие проблемы-то уже возникают. Я знаю очень много предприятий, даже государственных учреждений, не буду о ней говорить. Там, где сетевой администратор, это очень важный человек, на котором замкнуты очень многие схемы. Почему? Да потому, что он имеет доступ к этой базе, он может что-то изменить. Это могут быть учебные учреждения, это могут быть фирмы и все прочее. Мы же с тобой об этом слышали, что в одном из учебных заведений вносят преподаватели оценки непосредственно на сайт, и вроде бы нельзя доступа получить. Но есть программист, который имеет доступ к этой программе, администратор, и за отдельную плату он вносит изменения в эти оценки. Конечно. Современный человек должен четко понимать, что все, что находится на сервере, оно может быть взломано, может быть украдено. Как говорят айтишники, любая информация, которую выбросили в интернет, она там будет вечно. Ее нельзя уничтожить. Она где-то копируется, она где-то находится, к ней будет всегда постоянно доступ. Как ты правильно сказал, что с одной стороны, это все глобальная система диджитализации, она имеет определенные плюсы. Как говорят конспирологи, что установка камер, считывание лиц. Так, например, в Москве в ближайшее время в метро будут вводить систему оплаты за проезд через лицо. То есть видят человека и снимаются деньги с какого-то счета. То есть выражение торговать лицом теперь приобретает самое, что есть материальное значение. Так вот, конспирологи они утверждают, что да, это ущемление личности, это тотальная слежка. С другой стороны, конечно, эти системы, прежде всего, они могут работать на защиту человека. То есть это вычислить преступника, это борьба с терроризмом и прочее, прочее. Но, тем не менее, исходя из того, что любая информация, она может быть доступна кому угодно, обратная сторона медали, это опять же таки то, что за вами могут следить, то есть могут узнавать ваше местоположение. Большинство людей, конечно, скажут, что мы не являемся там ни шпионами, ни политики. Нам, по сути, все равно там следят, за нами не следят. Но, тем не менее, вся эта информация может быть использована в различных схемах для мошенников. Например, очень часто есть такие случаи, когда людям звонят, тот, кто звонит, оператор так называемый, он выдает себе за родственника этих людей и говорит, что человек попал в какую-то ситуацию, нужно срочно отправить деньги на какой-то счет. У меня много знакомых, которым такие звонки поступали, некоторые люди даже платили деньги. То есть представьте, какая глобальная информационная работа была проведена. Во-первых, они знали, что у людей есть эти деньги, они знают, кому из них можно звонить, то есть самому пожилому человеку, это информация, которую нельзя просто так собрать или звонить людям на удачу. Это уже результат подобной работы. Я снова же вернусь к двум составляющим этого вопроса. Это со стороны обычного человека и со стороны государства и других структур. Вот со стороны обычного человека. Вот как говорит религия, что человек должен лично принять Бога в сердце, то есть без какого-то насилия и внешнего влияния. То есть это должен быть сознательный выбор. И человек, который сделал сознательный выбор, то есть он сознательно пошел на соответствующее поведение, и именно этот человек как бы благ, и он нужен как бы Господу, да, вот с точки зрения религии. А если будет вот такая система диджитализированная, где человека могут за нехорошее поведение вообще отключить там от каких-то услуг, лишить его каких-то благ, и тут получается человек не по своей воле выбирает какое-то поведение, а выбирает по принуждению. И если смотреть вот со стороны религии, то такая система – это дьяволизм чистой воды. То есть любое принуждение человека, даже вот через такие системы, а такие диджитализированные системы – это система принуждения, это выходит зло, вот если с точки зрения религии. Теперь с точки зрения государства и прочих структур. Вот представь, ты руководитель какой-то структуры, и ты знаешь, что если ты полностью всё диджитализируешь в подведомственном тебе предприятии или органе каком-то, ты можешь потом поплатиться тем, что там данные исчезнут. И выходит, тебе нужно будет какой-то запасной выход, вот как в многоэтажных домах. Есть лифт, а есть чёрная лестница. И выходит, тебе нужно будет сделать какую-то чёрную лестницу на случай вот таких ситуаций. Выходит, ты не можешь всё диджитализировать. Что ты скажешь на этот момент по этому вопросу? Ну, в общем-то, сторонники такой концепции утверждают, что диджитализировать можно всё. По сути, да, я с ними во многом согласен. Но существуют даже программы, которые пишут музыку. Я не помню этого программиста, он музыкант по образованию. И знатоки музыки его постоянно критикуют по этому вопросу. Он даже сделал такой концерт очень интересный, инсталляцию. Он пригласил своих знакомых, знатоков классической музыки. И были представлены произведения, исключительно те, которые были написаны роботом, машиной, программой. Многие были в восхищении, и никто из этих людей, ценителей музыки, даже не мог подумать, что эту музыку написал искусственный интеллект. Многие из них даже были немножко обижены и разочарованы тогда, когда узнали, что это написал робот. То есть оцифровать можно всё, следить можно за всем. Но мы тут сталкиваемся с весьма распространённой проблемой эволюции общества. Она заключается в том, что технологии, они значительно опережают уровень морально-этического развития человека. То есть люди ещё попросту не готовы к тому, чтобы иметь, давать кому-то всеобъемлющее право и возможности следить за чем-то, что-то контролировать. Мы ещё не готовы к тому, чтобы у нас было даже то оружие массового поражения, которое было ещё использовано в 1945 году. Оно уже есть, оно уже всем привычно, но тем не менее, люди с точки зрения среднестатистического морального и интеллектуального развития, они ещё не готовы к тому, чтобы у нас было такое оружие. Вся эта система, безусловно, определённые круги, они стремятся всё контролировать. В этом, как мы говорили, есть и плюсы, и минусы. То есть ничего нет плохого, когда правоохранительные органы имеют какой-то максимальный доступ, потому что это помогает им в их работе. Но, тем не менее, в целом общество к этому ещё не готово. Также это используется в основном в целях корыстных. Ну, это цели как бы не корыстные, они относительно безобидны, но тем не менее, все эти системы диджитализации, они изначально были прокатаны на сборе информации именно о потребителе. То есть рекламодателям всегда было интересно проводить сегментацию, как таргетинг сейчас его называют, что хочет данный конкретный человек. В соцсетях было размещено очень много инструментов, которые позволяли чётко отслеживать человека. То есть мы все имеем привязку в соцсетях, мы все имеем привязку телефона. То есть в любом случае вся эта паутина, которую мы себе оплели, она позволяет чётко нас идентифицировать как потребителя чего-то. Даже вот элементарная функция, отметить там фотографию друга, она тоже значительно помогает в этой работе. И, в общем-то, айтишники на всём этом зарабатывают очень большие деньги. Они продают базы, в которых есть чёткие потребности человека. Эта информация очень детализированная, например. Они сегментируют людей по тому, какая у них машина, по тому, какой у них среднемесячный заработок, по тому, что они носят, какую одежду, какие бренды. Всё это отслеживается. Если даже мы, например, сфотографируемся на фоне какой-то дорогой машины, это не значит, что данная система нас идентифицирует как владельца машины. Потому что эти программы учитывают очень много нюансов. Были ли аналогичные фотографии у нас возле машины? Как мы возле этой машины стоим? Потому что, как психолог скажет по фотографии, мы фотографируем из своей машины или мы просто её используем как какой-то фон, чтобы как-то поднять себя в каком-то социальном плане. Вся эта информация продаётся, всё это отслеживается. То есть, по сути, мы все сталкивались с тем, что когда мы заходим в поисковик, поисковик уже знает, что надо найти. И реклама Google, контекстная, которая выскакивает, она чётко выдаёт нам, бывает, вот мы купили, допустим, телефон, да, или мы искали где-нибудь телефон в каких-нибудь интернет-магазинах, и нам начинают выдавать информацию именно про данный товар и продукт. Более того, существуют уже билборды, которые считывают номера машин и приближение. И борт показывает именно ту информацию, которая, как считают рекламодатели, оптимально подходит для владельца этой машины. Ну, из всего, что мы сказали, вот лично у меня такой вывод напрашивается, что если вся земля будет полностью автоматизирована, диджитализирована, в итоге общество станет неустойчивым, и не будет у него топлива для развития, внутреннего топлива, какого-то психологического. И другая мысль, которая у меня возникает, что мы не можем все диджитализировать. Должен быть какой-то сегмент нашей жизни не диджитализированный, должен быть черный ход. И если бы... Ну, вот что мы можем предложить руководителю какого-то подразделения, чего-то там государства, это самое лучшее, что в этой ситуации может сделать такой руководитель, это не диджитализировать все. То есть должна быть диджитализирована какая-то одна часть, но все-таки большая часть функций должна быть на ручном управлении. Иначе эта диджитализация, она в итоге разрушит саму систему. То есть эта система очень уязвима. Совершенно с тобой согласен. То есть общество, уходя в эту сферу, оно становится действительно очень уязвимым. Дело в том, что те структуры, которые вкладывают огромные деньги в это направление, они преследуют свои цели. То есть эти цели, они весьма краткосрочные, они вполне прагматичные. Но в целом никто из них не оценит ситуацию глобально, потому что есть различные корпорации, у них какие-то свои узкие интересы относительно. Проблема своего огорода. Да, проблема своего огорода. Это опять же такие, приведу цитату из книги Гомодеус, там где автор говорит, а могут ли, как бы ответ на конспирологические вопросы, могут ли, например, вот эти вот люди, у которых там очень большие деньги, большие возможности как-то тотально управлять миром. Но его мнение таково, что теоретически, да, практически, они настолько зашорены на решении краткосрочных вопросов, что у них отсутствует какое-то глобальное мировосприятие. И какие бы ни были глобальные эти планы, им трудно их реализовать, потому что они не учитывают очень много факторов. Ну, в целом, диджитализация чем опасна? То, что определенные силы активно это продвигают. С точки зрения бизнеса и тотального контроля. Но никто из них не думает о том, что насколько это все это хрупко, уязвимо. То есть небольшая электромагнитная, небольшая вспышка на Солнце может создать такое электромагнитное поле, в результате которого все электронные носители на планете Земля будут зачищены. Об этом никто не думает. И как-то, правильно, сказал, если не будет кододублирования информации, то это будет просто катастрофа. И в любом случае, как бы так подытожить, на данный момент мы не готовы к тому, чтобы на государственном уровне работали такие сверхсовременные технологии. Потому что технологии современные, а люди как были, алчные и продажные, такие и не остались. И если смотреть вот историю археологии, то можно прийти к выводу, что о тех цивилизациях, информация цивилизации, о которых мы знаем, в доступной нам истории, это та информация, которая осталась на камнях и на бумаге. И по сути, ничего не изменилось. То есть мы в вечность ничего не оставим. Ничего. Как бы не передадим, если мы будем... И опять же таки, да. И как бы это ни странно не звучало, то, что мы оставим после себя, это то, что в камне и в бетоне. И еще у меня возникла такая мысль, что я предполагаю, что есть какой-то там инстинкт самосохранения общества в целом, и общество в целом не примет повсеместную диджитализацию, и все равно будут очаги обычной традиционной нормальной жизни без диджитализации. Да, но к сожалению... Если это будет сильно насаждаться, то люди начнут выбрасывать телефоны и рвать там линии связи и что там будет еще. То есть, вот как с сетями, вот с вышками 5G, да? 5G, да? 5G, 5G, да. Люди разрушают, и в итоге общество будет избавляться от этого контроля, который над ними будет. Но, с другой стороны, вот те, скажем, люди, те структуры, которые активно внедряют эти технологии, у них отсутствует это самосохранение, естественно. Их у него нет. Они весьма субъективно оценивают свои возможности, они значительно их преувеличивают. У них этого чувства самосохранения нет. Но все эти вещи очень, как бы, коварно с точки зрения маркетинга поддаются обществу. Люди вряд ли будут выкидывать телефоны. Они будут выкидывать только в том случае, когда появится какой-то новый еще с большим количеством функций, будут его использовать. Потому что мы живем в обществе потребления. То есть, уже нас так воспитали. Ну, нас, может быть, еще нет, но те поколения, которые сейчас подрастают, они как растут потребители. Они уже не будут уделять тому же мобильному телефону значение, как какой-то прибор для слежения многофункциональный. Их это не интересует. И они даже понимают, что камера телефона постоянно может быть включена и может кто-то за ними смотреть. Но их почему-то совершенно не волнует. That's right. Субтитры подогнал «Симон»